У нас много храмов, которые носят имя воздвижения Креста Господня, где престольные праздники, а в нашем Михайловском районе их только два. Это наш храм в селе Пронегородище и в селе Анина Михайловского района. Все эти два храма разрушены, находятся в таком состоянии, в убогом. Я хочу поздравить благочинного протерея Сергия Орлова, который сейчас окормляет этот приход, приход села Анина, тоже с престольным праздником, как и здесь. Вас всех поздравляю с престольным праздником. Хочу поблагодарить моего сослужителя сегодня, отца Романа Луканина, настоятеля Никольского храма села Стрелецкие Выселки. Очень рады видеть вас сегодня на богослужении в этом святом храме. Всем желаю здоровья, благополучия, помощи Божией во всех ваших делах. И помните о том, что мы с вами здесь на земле не вечны. Мы временны здесь. И чтобы перейти в Царствие Небесное, мы должны здесь жить, не грешить, исповедоваться и каяться, дабы там наследовать жизнь вечную и Царствие Небесное. Еще раз всех вас поздравляю с праздником, с престольным вашим праздником. Спасибо Господи. От праздника к празднику живет земля Михайловская. Побывать на престольном – великое счастье, незабываемые эмоции. Множество храмов православных собирают под своими сводами верующих людей на престольные. Но есть еще среди них невосстановленные. В самых отдаленных уголках района вспыхивают огонечки веры и желание возродить утраченные святыни. От села Прони-Городище осталось одно название. Живописное место на берегу Прони скрылось от назойливых взглядов. Раиса Остраумова не была здесь 40 лет. И все эти годы и во сне, и наяву мечтала попасть в эти удивительные места своего детства и утречества. Ее дедушка был здесь когда-то директором школы. Чувства переживаю я самая, что ни на есть здесь глубокие по каждому поводу. Потому что представьте себе, что 40 лет я мечтала посетить вот эту деревню. Но поскольку я уезжала отсюда маленькая, ну как маленькая, маленькая относительно, да, мне было 17-18 лет, дороги здесь нет. Поэтому добирались на перекладных, и мне казалось, что это очень далеко от Москвы. Село кипело жизнью, и вдруг обрыв, провал. Один за одним ушли люди в поисках сладкой жизни в три девятые царства государства. Поразъехались. Тогда храм уже не действовал. Молитвы в селе не было. Разве что одна женщина богобоязненная собирала вокруг себя людей для келейных молитв. Однажды и ее не стало. Звезды сошлись так, что Раиса, чисто городская женщина, все-таки попала на родину. А случилось это важное событие в ее жизни 27 сентября 2017 года. Тут наши пути и пересеклись. И вот когда я ступила на землю, святую, я так и считаю. Вот, потому что храм, он, конечно, заполнял всю жизнь здесь, весь быт местного населения. Вот, и даже не могла поверить, что я здесь нахожусь. Вот такие эмоции. До сих пор, в общем, вот я хожу. И, конечно, было бы больше эмоций, если бы сохранилась хотя бы первая вот эта улица. Поскольку все заросло, то и воспоминания, они немножко, конечно, стираются, да? Вот. Но все равно, все равно, конечно, очень все волнительно. И то, что смогли восстановить храм, начать восстанавливать его, это, конечно, чудо. Чудо, которое сотворили с Божьей помощью руки Вершининых. Ну, и спонсор, которого я не знаю, в общем, кто он. Но хорошо, что и он помогает, потому что деньги здесь действительно большие должны быть вложены. Их вложили, и еще, и еще вкладывать, насколько я понимаю. Воздвижение креста – праздник необычный. В нем заключаются и грусть, и радость. Крест – орудие позорной казни и смерти спасителя. Крест – великий спасительный мост, погрязшему в грехах человеку. На крестовоздвижение – строгий пост. Спаси Господи, тетя Твоя, И больно слави, достояние Твое. Александр и Вершинин и члены его дружной семьи взялись за непростое дело. Загоревшись искренним желанием восстановить разрушенный пороганный храм в родном селе, Александр Яковлевич тайно надеялся и не теряет надежды явно, что как только храм начнет действовать в полную силу, в село начнут возвращаться его жители, поразъехавшиеся по долам и весям. Будем стараться. Ну, уже много сделано, правда? Много. Ну, вот оба креста стоят, шпиль и перекрытые купола. То есть, уже разрушение прекращено, но много работы еще по кирпичной кладке. Вычинка делается и замена кирпичной кладки. Значит, в этом году работы велись по замене кирпичной кладки на колоколь. Бревна для подвески, колокол, ну, тоже работа довольно сложная, высоко, бревна тяжелые, все вручную. Вернемся в прошлое села. Христо-Воздвиженская церковь упоминается в 17-м столетии. При ней земли церковной было тогда 10 четвертей в поле, сенных покосов на 50 копин и 33 приходских двора. В состав прихода, кроме села, входили деревни Каморина, Соловьевка, Завидовка, Курлышево, Орловка и Талмачевка. По штату 1873 года в притче служили два священника и два псаломщика. Судя по просторам городищенским, здесь было большое поселение. И действительно, 3000 человек, цифра внушительная. Сегодня это было бы большое село. Пронегородище вспоминает барскую усадьбу Баранов. От нее остались лишь некоторые фрагменты. Дух здесь особенный. И хранитель памяти, и старины есть в свой пронегородище Александр Вершинин. На нем пригляды тремя местными кладбищами, до которых зимой лишь на тракторе или ползком можно добраться. На Александре Вершинине возрождение храма. На нем сейчас и небольшое фермерское хозяйство. Вершинин стал фермером. И даже неудивительно, хотя и сложно Александру Яковлевичу в этом приземленном деле, но душа парит высоко от горячего желания добраться уже до поставленной благой цели. Скажите, зачем вам это надо? Это надо не только мне, это надо всем людям, которые здесь жили. Они приезжают на службу. И тем, и будущим, которые здесь будут жить. И возможно, что село возродится. То есть вы верите в возрождение этого села? Верю. Верю в возрождение села. Сложность большая – это отсутствие дорог, по причине того, что здесь постоянных жителей нет. Есть самое постоянное. То есть это три кладбища, где уже отсюда никто никуда не выйдет. Благодарить главного хранителя вот этого храма, строителя нашего, благотворителя Вершинина Александра Яковлевича, который принимает деятельное, активное участие в возрождении вот этой великой святыни. Несмотря на то, что этот храм находится в отдаленности от ближайших населенных пунктов, здесь хочу сказать, что даже ни один человек не прописан, хотя есть дачные домики, но сегодня народ все равно приехал, помолились мы. И я его хочу поблагодарить. Мы в этом году буквально поставили крест на колокольню. Кресты были освящены как бы заблаговременно раньше и хотели поставить его при большом стечении народа, но ввиду такой дождливой погоды было, мы просто не смогли, все было готово. И дожди, как зарядили, наверное, где-то целый месяц шли дожди, а нужно было его ставить. И мы поставили его как бы без стечения народа, без такого вот торжества, но крест все-таки был водружен на колокольню. Рождество Крестово, Ижеславль, Пруцкое, Рождество Божьей Матери, Виленка, Макова, Михаилов, Новопанское, Успение, Печерники, Березово, Фирюлевка, Покров Пресвятой Богородицы, Женский Монастырь, Солнечное, Святитель Николай, Стрельцы и Пушкари, Архангел Михаил, Рочатники, Малинки, Щетиновка, Крестово сдвижение, Анина и Пронеградище, Храмы Божие зовут на большие и малые торжества православной церкви, во спасение души и жизнь вечную. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok